Способность анализировать отдельные участки видимого спектра осуществляется колбочко-несущими фоторецепторами. Максимальная чувствительность их приходится на 560 нанометров. Существует два вида врожденного нарушения цвета ощущения. Ослабление восприятия красного цвета, протаномалия или дельтонизм. Ослабление восприятия зеленого цвета, дейтераномалия. Диагностика нарушений цвета ощущений производится с помощью полихроматических таблиц Рабкина. Таблицы построены так, что пигментные пятна различны по тону и насыщенности, но одинаковы по яркости. Цвет аномалы видят скрытые цифры и фигуры. Полихроматические таблицы удобны при массовых обследованиях населения. Нарушение цвета ощущений наблюдается у 4% мужчин и половины процента женщин. Более точная диагностика проводится с помощью приборов аномалоскопов. Пациент сравнивает по цвету две половины поля зрения, в котором верхняя половина монохроматический желтый цвет, а нижняя смесь красного и зеленого цветов. Это смешение цвета аномал воспринимает как желтый цвет, уравнивая по цвету обе половины. Живописцы известны точным восприятием и передачей цвета. При протаномалии художник копируя заменяет красный цвет на другой. При дейтер-аномалии копиист неверно передает зеленый цвет. При освещении фоторецепторов происходит фотохимическая реакция в молекуле родопсина с гиперполяризацией их мембран. Это дает начало нервного возбуждения. Одновременно пигментные эпители заполняют промежутки между рецепторами, фагоцитируя их распавшиеся диски. В темноте пигментной эпители возвращается в исходное состояние. Дневное освещение позволяет нам воспринимать всю гамму цветов и различать мелкие детали. При резком снижении освещения до сумеречного в течение какого-то времени глаза ничего не видят. Затем сначала появляется голубой василек в сером цвете, а затем красный мак в черном. Дальнейшее повышение освещения приводит к включению колбочек в акт зрения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова